Всем привет! Меня зовут Зюба Дарья, и сегодня мы поговорим на такую вас интересующую тему, которая вот уже начинает прямо в глаз дёртываться от этих вопросов, о том, развелась ли я. Да, я развелась. И, в принципе, тут можно уже завершить видео, потому что, с одной стороны, вся эта информация вас не особо касается... Вообще вас не касается? Вот серьезно, ребят. Но об этом мы тоже отдельно поговорим. Я снимаю за сегодня третий раз это видео, потому что я ухожу в землю, я тут выписала себе вопросики, но я вообще их не следую, потому что нельзя разделить вот это видео на такие пласты, как... На какие-то вопросики. Я сейчас нахожусь в городе Лептиги, и за два предыдущих раза, пока я снимала это видео, я успела накрутиться, накраситься и еще раз перекраситься. Сейчас я тоже думала, наверное, снять макияж, чтобы как было видео, посвященное моей поездке в Ригу. Ссылка внизу в описании на видео, чтобы как-то... Но нет уже, ладно, не буду перетираться, мой мэк готов. Единственное, что у меня нет ресниц, но нет ресниц у меня по причине того, что... Можно я очки не поменялась? Намного лучше я хотя бы себя вижу в камере. Но ресниц у меня нет по причине того, что вот эту тушь забыл. Но не суть, не об этом сейчас, нет туши. Да, я развелась, развелась я год назад. Почему я это видео снимаю в Лептиге? Ну, технически не год назад, год назад я приняла решение уйти от мужа, и, собственно, ровно год назад, на момент съемки этого видео, я вывезла свои вещи. Почему я снимаю это видео в Лептиге? Лептиг сам по себе исторический город с точки зрения военной значимости. Сможете погуглить. Исторический для меня он тоже стал исторически значимым, сколько слов... Сколько буки... букивик исторический. Какое красивое здание я увидела только что. Простите, у меня просто панорамка тут. Город в этом видео я вам еще покажу. Покажу, где-то будут вставки, либо в конце будет видео, либо же, я не знаю, как я буду это монтировать. Может быть, ответы на какие-то вопросы я вынесу именно в прогулке по городу. Я думаю, это будет даже интереснее, чтобы не просто сидеть в микро-номере отеля и рассказывать вам об этом. Именно перед поездкой в Лейцик я приняла решение, что я хочу. Я признала себя это, что я хочу прекратить эти отношения на том этапе, на котором они есть, и не развивать их дальше. Почему я приняла это решение? В этом видео не будет никаких грязных трусов, ни обсасывания подробностей, никаких деталей. Кому надо, из моих близких людей в курсе. Вас это... Еще раз повторюсь. Вас это не касается. Плюс это будет, знаете, так, обвинение и оскорбление, если это будут грязные детали. Потому что рядом со мной нет моего оппонента, моего бывшего мужа, который может сказать, «Слушай, а вот ты-то, вот там-то, вот в этом, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот». Я скажу, «Да, я в курсе». Его нет, и он не может защитить себя. И, следовательно, поднимать какие-то грязные трусишки. Знаете, вот если он начнет поднимать в мою сторону, там будет намного больше всего. То есть, за мной косяков поболее будет, чем за ним так-то. Золотое терпение у человека. Я бы за все свои проделки давно бы сказала, вот дверь, вот ручка, давай, 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 кш-кш-кш-кш-кш-кш. Он будет терпеливый. Поэтому здесь не будет никаких таких моментов. Плюс там вопрос из категории, как отреагировали его родственники. Я сразу отвечу, я не знаю, я могу только догадываться и, следовательно, говорить вам о моих предположениях в этом видео я тоже не собираюсь. Как-то отвечать за его эмоции тоже не собираюсь. Я могу только в этом видео рассказать вам то, что я чувствовала, как я себя вела и то, что я... То, в чем я уверена. Уверена я в себе. Вот об этом я могу с вами поговорить, в остальном нет. Год назад. Общей сложностью я со своим супругом была почти 8 лет. Почти 2 года из этих 8 лет мы были в браке. И сразу же истерический вопрос. Господи, была такая красивая свадьба и развод. Ну, если для вас красивая свадьба это залог хорошей семейной жизни, то мне вас очень жаль. Знаете, очень-очень жаль. Сейчас я понимаю, что это была идеальная свадьба. Это было, ну, не с детства, а где-то с пубертата, когда я стала задумываться о том, какая, боже, может быть, боже, 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 может быть моя свадьба. Я себе представляла это где-то так. Именно Зеландия. Мы вдвоем. Романтика. На краю земли. На краю обрыва. Как это было в нашем случае. Это все было очень красиво. И я искренне рада, что именно весь этот путь со свадьбы, с Зеландией, со всем-совсем я прошла с ним. Я очень благодарна, что человек исполнил мою мечту. Что он выслушал меня. Что он пошел, скажем так, против статистической системы свадьба на 300 человек. Хотя ему хотелось другую свадьбу, но он пошел на поводу моих эмоций. И это был офигительный экспириенс. Это вообще была лучшая тусовка, на которой я была. Скажем так, это вот моя свадьба один на один с ним в Новой Зеландии. И поэтому вот там и тогда это было круто. Но жизнь меняется, мы меняемся, мы растем, мы развиваемся. И получилось так, что в нашей эволюционной ветке, в нашей, мы были вместе. И мы просто вот стали развиваться по-разному. Именно это и привело к разводу. В каких мы сейчас отношениях с моим супругом? Мы в хороших отношениях, мы общаемся, мы вместе ведем канал. Потому что для тех, кто не в курсе, Алексей, духовный вдохновитель канала. Он помогает вести каналы и помогает вести переписки с менеджерами и прочим. То есть он фактически менеджер этого канала, он в какой-то степени продюсер. Потому что все решения мы обсуждаем вместе. По выходу какого-то видео, по выходу чего-то еще, мы делаем все это вместе. И я очень благодарна ему, что... Не то чтобы одобрил, он не был против этого видео. Хотя я понимаю прекрасно, что ему тяжело. Потому что для него это болезненно. Для него это было более болезненно, чем для меня. Так как для меня это было выверенное решение, осознанно. А для него это было как уж от ледяной воды. Потому что не было предпосылок, не было ничего. Просто в один вечер после командировки это вывело на этот разговор. Где я честно призналась, что я вот этого всего не хочу. Что привело к разводу? Не было. Вот если посмотреть на наши отношения, у нас не было ничего такого прямо кардинального. Я вот сижу в номере отеля, мне кажется, котик все равно со мной. То есть у нас не было ничего супер кардинального. Знаете, там не было битья посуды, не было грязных трусов, не было разборок, не было скандалов. Ничего этого не было. У нас были достаточно уравновешенные отношения, в которых были свои моменты, в которых были свои нюансы. Как с моей стороны, так и с его стороны. И сейчас, оглядываясь на эти отношения, я могу сказать, что я вижу свои ошибки. Я вижу, сколько я ошибок допустила. И я вижу его ошибки. И нельзя сказать, что только он виноват, а я принцесса. Если вы думаете, что мужики-мудаки, а вы принцесска, то начните что-то ковырять в себе, если у вас очередной мужик. Я сделала свои выводы. Я знаю, что я вот там была неправа. Тут я позволила очень много. Тут я позволила сесть на шею. Точнее, сказала, давай, 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 садись. То есть я тоже позволила, прям посадила сама добровольно. Я знаю эти моменты. Поэтому говорить о том, что он плохой, а я хорошая, это неверно. Это кощунственно, и это будет ложь. Просто сложилось так, что мы познакомились с ним, когда мне было 21-22. Мы начали наши отношения очень быстро. Развивалось все очень быстро. Мы стали вместе очень быстро жить. И в какой-то момент мы проросли друг в друга настолько глубоко, настолько сильно, что мы даже через 8 лет не утратили этот скилл читать мысли друг друга. Это было на последний. Вот надо сказать, что у нас в каких-то сферах были какие-то провалы. Не было все. Было очень стабильно, очень накатано. И за счет того, что мы вросли в друг друга полностью, это стало истощать мой ресурс. Потому что у меня есть работа, у меня есть канал «Два видео в неделю», который хочешь, не хочешь, работа, не работа, выходные, не выходные, снимай. Канал – это отдельная история. Кому интересно становление нашего канала, история развития, оставляйте свои комментарии. Может быть, на сотку выпущу как-то с первого по последний видео. Весь эволюционный процесс. Оставляйте свои комментарии, если интересно. То есть вот это все вместе я выгорела эмоционально. Я выгорела настолько, что я уже не хотела ни этих отношений, ни этого канала, ни этих планов. Я не хотела ничего. Я просто вот выгорела в ноль. Реально. И мое выгорание эмоциональное, очень сильное, оно и привело к этому. Потому что слишком вокруг было много ответственности, которую я устала нести. Как Алексей отреагировал на события? Не помню, я сейчас говорю, не говорила, я просто не по порядку иду. Он отреагировал очень спокойно. То есть его реакция была крайне сдержанной. Я знаю, каких титанических, я мог только догадываться точнее, каких титанических усилий ему было переварить и принять эту информацию. Он не устраивал скандал после, он не выяснял отношения. То есть он принял это все настолько... Видать, я очень четко высказала свою позицию, что он это принял даже фактически без попыток меня возвращать. То есть были попытки, но такие очень джентльменские, очень выверенные. Без бросания мне в ноги. Заломель, не спаза, заставь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это все было крайне цивилизованно. Очень аккуратно, с уважением к моим желаниям и прочим. То есть я ему за это очень благодарна, за то, что во всем этом он повел себя как истинный джентльмен. Прео просто как истинный джентльмен. Хотя я понимаю, что он так откровенно простит охуеть того, что его жизнь на каком-то этапе просто обрушилась. Я... Мне стыдно за это до сих пор, за то, что... За то, что я не справилась. А мне стыдно за то, что я не вытянула эти отношения до конца. А мне стыдно за это. Почему мне за это стыдно? Почему? Почему вот эти даже фразы я вытянула? Я понимаю, откуда растут ноги. Меня воспитали хорошей девочкой, хорошей женой, хорошей малышкой, которая там, знаете, семья, она должна быть одна. Знаете, Бог терпел и нам велел. Вот это вот, вот там, стерпится, любится. Главное, чтобы тебя любили. Я на всех этих присказках выросла. И я боялась даже признаться себе, что я просто не хочу этих отношений. Они хорошие, они классные. И человек хороший. Я просто не хочу быть здесь, просто потому, что не хочу. Я боялась себе в этом признаться, потому что как же так же я уйду из семьи, я разрушу ячейку, а мы же такие классные, мы же такие хорошие. У нас же всё хорошо. А если у нас всё хорошо, то почему я иду к психотерапевту с нервными срывами? Потому что было полное выгорание. Из-за того, что вот это вот я хорошая девочка, я социальная личность, я там блогер, я визажист, я вот эти все мои альтер-эго. Они жили одной жизнью, а реальной я вообще не жила. Вообще не жила. И я просто выбрала себя. Я пожила как эгоистка, я выбрала себя. И вот, переходя к вопросу, как я себя чувствовала после развода, я счастлива. Потому что впервые за свои 30 лет на тот момент я выбрала себя. Я, наконец-таки, стала самостоятельной. Потому что, если смотреть на мою жизнь в прошлом, то есть это детский сад, школа, институт, я живу с родителями. Мне запрещается работать, потому что главное институтик закончил, потом, потом, потом. Потом у меня... Я переезжаю в Москву к одному молодому человеку, живу с одним молодым человеком, потом его мама меня выставляет. Господи, веселая была история. Я переезжаю к сестре, я живу у сестры. Нет, я переезжаю к брату, я живу у брата, потом я живу у сестры. И потом я живу с Лешей. Я всегда с кем-то жила, я не жила самостоятельно. Я всегда прислушивалась чужого мнения. Я всегда подстраивалась под быт. И все моменты других людей, они под свои. И когда я переехала в свою квартиру, я так села, выдохнула. Это было только после Нового года, потому что я переехала прямо перед Новым годом. И я так села, выдохнула. И меня накрыл страх, паника и одновременно счастье, что я никому ничего не должна. Что я хочу мору посуду, хочу любовь, хочу убираюсь, хочу не убирать, хочу сплю, хочу не сплю, хочу смотрю этот сериал, хочу не смотрю этот сериал. То есть эти маленькие бытовые мелочи для меня были настолько открытием. Я просто стала познавать жизнь по-новому. Я не могу сказать, что я была несчастна в браке. Я не была несчастна в браке. Мне было очень хорошо с этим человеком, в нашей ситуации. Мне было очень хорошо. Но и без него мне очень хорошо, потому что я выбрала себя. И я знаю, что Леша будет смотреть это видео, конечно, может не признаться. И ему может быть больно. Я могу только догадываться об этом. Но я счастлива, что я выбрала себя. Что я начала жить для себя. Изменилась ли моя жизнь после развода? Да. Я стала меньше снимать YouTube, вы это заметили, потому что, опять же, я выбрала себя. Я перестала загонять себя и позволять себе целый день спать. А не снимать для вас видео. Простите, ребят, но между вами и сном я, конечно же, выберу сон. Конечно же. Даже не обсуждается. В моей градации ценности винишка сон стоит на одном месте и потом всё остальное. И вкусная еда в следующем году. А потом всё остальное. Sorry. Я стала больше путешествовать. Я сейчас готовлюсь к переезду в Германию. Кто не смотрел видео ответа на вопросы, там как раз-таки я затрагиваю эту тему, то, что я готовлюсь к переезду. Канал будет существовать. Не истерите. Не истерите. Всё будет. Я живу в моей первой самостоятельной квартире. Я самостоятельно. Вот это самое главное изменение в моей жизни, что в каждом моём поступке я смотрю только на себя. Потому что с моим бывшим мужем у нас был очень сильный симбиоз. Настолько, что каждое своё действие, каждый свой поступок я пропускала через призму. А что подумает он? То есть это была не моя система оценочных действий. Оценочная система действий. А я пропускала через него, потому что мы же пары. И каждое моё действие несёт, оказывает влияние на нас, как на пару. И для меня это было очень тяжело. Это выгорало. Потому что всегда как бы я хотела быть эгоистой. И сейчас я позволяю себе этот здоровый эгоизм. И в этом я счастлива. Реально я в этом счастлива. Так, а остальные вопросы я вынесу на улички. Знаете, вот я сейчас гуляю по городу. Я обещала вам остальную часть видео кусочками по городу. Я гуляю, я понимаю, что сказать вам нечего. Вот, бахли нашла. Неожиданно. Бахли это. Не суть. Сказать мне вам нечего. Почему мне вам нечего сказать? Потому что на все вопросы я уже ответила. На сущном остаётся вопрос. Кем остались котики? Котиков мы поделили по-братски. Я забралась в вафлю, потому что это прямо моя девочка. Мой ребёнок. Киселя. Какая красота сзади. Киселя Лёша оставил себе. Потому что лишить его двух кошек я не могла. Разделить их как-то по-другому я тоже не могла. Для всех переживающих, что мы разделили котов, им отлично. Поодиночке. Серьёзно. Мне кажется, они даже стали намного лучше себя чувствовать, намного лучше социализировались. Поэтому не стоит вообще переживать на эту тему. Простол этот красивенько. Вот. И ещё один вопрос. Просто выпила глинтвейна. Мне так хорошо. И ещё один вопрос, который вы задавали, это почему я не обсуждаю свой развод, потому что вас это не касается. Поэтому я не обязана его обсуждать. Знаете, это вот перемотать и пересмотреть про то, что я выбрала себя, а я стала в какой-то степени эгоисткой. И вот именно поэтому вас не касается тема моего развода. Я никому ничего не должна. И вам тем более. А за всем я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте все свои вопросы в комментариях. Может быть, я на них даже отвечу. На тему развода. Но, скорее всего, нет. Если вам было недостаточно этого видео, для того, чтобы понять мою позицию. И да, в начале видео я говорила, что будут перебивочки из города, но, знаете, нет. А нет, потому что хочется наслаждаться городом, а не думать, какой бы ракурс покрасивший, чтобы вам отснять. Вот. Вот вам отснять. Смотрите, какая красота. Все, увидели мост? Все? Все, сейчас сзади меня будет. Вот и вся красота. Нет, на самом деле город очень красивый, но так как видео не о городе, а о моем разводе, то и хватит вам того, что вы видели. Мост. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok